погнали смотреть пока приболел походу боится заразить зрителей вирусом каким-то поэтому масочки кстати качество трансляции какой-то не очень может это они такой и стрим дело посмотрели что там не очень хорошие просто необъемный картинка с леоном что он коментит дали он коментит видимо лиона позвали как раз так уже сок с лином карта эхо что тут покажут игроки архимаг кстати архимаг от неожиданно этой карте на этой карте все-таки мк большинство игроков играет вроде порка и против любой другой расы за исключением мирора поэтому архимаг от неожиданно тут попытка была пиончиком перекупить тролля но футмена то увидел поэтому первым побежал выкупил тролли кстати там орк походил медленно как-то рабочего отправил потому что обычно рабочий приходит раньше футмена и может перекупить во сколько пинк у них одинаковый они оба из хотя нет с эти винта в китае живет в теории возможно ну они типа с эквалайзером играет на страну эквалайзер не всегда решает тут быть мастер на спицкро и неужели добивание будет а походу дело добьет легко о кстати архимаг забрал идем а вот это неожиданно кстати крип добил ремчика не получил блейдмастер экспу здесь блейдмастер должен тролля забирать непонятно зачем за футменом бежит роль дороже и цене чего за какие-то любые спойлеры идите на хуй с моего канала и больше не появляйтесь тут один раз предупреждаю я игры не видел мне не нужно ничего писать так так вот я удивлен то что кстати лин не забрал печеньку потому что блейдмастер один из тех героев которые 99 процентов случаев забирают и там врага потому что во время винволка а их не выталкивает и соответственно они рядом но они ближе к этому оказываются и соответственно тыкнуть проще когда они убивают юнита поэтому как правило 99 процентов будет мастер забирает и там поэтому я крайне удивлен то что сок забрал и там роли перекупает блейдмастер кстати т2 до сих пор сок не заказал хочет экспант поставить но будет тяжело учитывая что тролли недалеко пить это интересно какой-то билд у лина у него получается блейдмастер против ума и т2 через хат хантеров то есть он без грантов без заранее хат хантеров то есть он быстрый магазин дел без барака интересный билд посмотрим как реализует это экспант конечно дико поздний учитывая что т2 уже урока готов причем еще архимаг то без опыта то есть у блейдмастера столько же опыта сколько и в архимага посвятили блейда но он должен добивать до плейдмастер будет вторым левелом быстрее такое ощущение он должен и огр добивать хотя здоровье не так много я думаю на месте лины я бы рисковал добить огра попытаться потому что второй уровень здесь бы сильно зарешал и не дать спы кстати отменил шату хантера берет панду очень по реклам максимально поздний экспант просто здесь можно было окружить панду но чуть-чуть не подконтролил знаете сдается мне что здесь будет катка за лином потому что я вообще без понятия как он экспант здесь поставит учитывая что в экспант ему тыкают и он его сейчас будет отменять а может а два со зверинцами спирит лоджиум тотем лучше турэнс и вышку не отменяет ресурсов комнаты много но очень поздний экспант блейдмастер очень сильно здесь за дилейл экспант и армию хумана еще и тролля перекупил минус три рабочих минус четвертый тоже будет вышку не отменил ресурсы как бы есть у хумана но слишком все поздно сейчас уже первые райдеры пойдут здесь футмен логово харайс но сейчас лин это увидит можно было кстати дефенд даже на им качнуть такой ситуации вообще я не вижу здесь аутов у хумана как можно здесь вообще выиграть шансы примерно пять процентов на победу то что не знаю как лин начнет дико ошибаться но я вообще не представляю что тут настолько все поздно у хумана но единственная проблема то что панда у лина в принципе shadow hunter то был бы лучше понят дело панда не такой это универсальный герой для орка учитывая что лечение вообще никакого нет теперь только от замазки то есть экспан на седьмой минуте достроиться это ну чтобы вы понимали на седьмой минуте обычно нормальной игре т2 за доделывается ну где-то около седьмой минуты здесь то у лина понятное дело что т2 был намного быстрее потому что он играл без барака главное сейчас ли ну не отпустить это преимущество просто доиграть карточку т2 запустил что будет делать лин 50 лимита и атаку делать ну еще самый прикол в том что сейчас за счет спиритволкеров и райдеров он может размениться всегда плюс думаю что пробить под эмпатии какого-то юнита у орка без болта не получится чисто футменами да и без архимага 3 соответственно он может просто идти и размениться в плюс самое главное здесь не затягивать либо ну либо ты экспант идешь стать либо пушишь я бы на месте орка конечно пушил потому что как на месте хумана я сейчас понимаю что мне не чем отбиваться то есть у меня есть футмены бесполезные как убивать чела в симпатии я не представляю то есть окружить райдера не получится скорее всего хотя бы затыкать и я понимаю что типа на месте хумана мне нужно еще время мне нужно дождаться 2 2 героя первых там кайсеров и потом меня будет уже шанс посражаться и как раз сейчас на руку соку то что все-таки пытается экспант ставить один а не давить что это то то время которое нужно хумана потому что если взять игру через 10 минут условных когда у хумана будет мк и мать кастер и вот ты как бы будешь плюсе потому что орка плейдмастер и панда когда будет большое количество брейкера тяна панду начихать плейдмастер ну не такой жесткий и без шаду хантера армия орка будет разваливаться от клэпов там близзардов и так далее поэтому лин сейчас ну неправильный просто так скажем решение принимает ему нужно было пользоваться своим преимуществом в теке он просто крепится не знаю ну типа ладно посмотрим может еще продает как мастер время выигрывает но опять же и полин бы хочет время выиграть чтобы у него экспант поставил опять же но у тебя бы герои не те чтобы в лейд играть это же не эльфы где панда с бесконечной маной поняла здесь архимагога а ну тут райдеры под сеточкой окружили минус телепорта и ну понятно дело нет смысла отдавать так и у хумана что паладин вторым героем это очень странное решение зачем паладин выглядит как мисс клик так ну вышки вроде есть но он залетает лину с места где пушка только одна и все еще у ли на преимущество потому что кастер в первых нет тебя есть эмпатию здесь райдеры и третья панда здесь опять же никакого лечения нет поэтому дышим рабочие кстати видели не очень много урона получили отдыхание из-за того что здание впитали часть урона сплетится урон сплетится урон от панды то есть максимальный дэмэдж впитали здания так вот паладин вторым героем вообще были как полный бред почему потому что типа соло таргетная хил здесь вообще не нужен там блэдмастер не такой жесткий чтобы типа убивать что-то в соляного рыха панда имеет ауе урон то есть ты запаришься паладину чтобы хилить во вторых там нет shadow hunter или в третьих уже там нет shadow hunter отберешь мка с клэпом и все вот просто нечем хилиться зачем паладин в этой ситуации вообще не понимаем ли он ну ли он не шарит просто за хуманов это понятно он говорит что паладин заебись выбор здесь у них полный вообще просто ну типа паладин здесь никак не раляет да у нее крутая аура да у нее таргетный хил хороший но не против текущего сетапа понимаете если вы там плейдмастер был уже пятый уровень чтобы паладин хоть как-то выхилил архимага на это не та ситуация здесь мк стопроцентный выбор ну или в либо выбор бладмага бладмага для как раз высасывание ну кантри панды и просто там потом флэм страйков с близзардом ну похилил он архимага дальше что короче оба игрока делают очень странные вещи совершенно нелогичные и он же хуман плеер ну в том-то и прикол в том что он хуман плеер говорит что паладин здесь нормальный выбор хотя очевидно что это выбор просто отвратительный то есть я уже все плюсы и минусы привел и как бы логично просто может сок думает то что он типа перекачал архимага на blizzard и бэйдмастер будет в него залетать и тыкать в архимага и типа паладин будет его спасать но блин а во-первых не забываем то что спилбрекер будет перекастовывать эмпати у тебя опять архимаг будет жить его присты хилит у него но опять же он сзади стоит с кольцом защиты ну как бы блэйдмастер его не затыкать никак а инка у тебя есть клэп и там а нет шаду хантера все это главный главная задача нет шаду хантер им как все убивает ворка потому что орг не сможет одними одними скролами отхилиться здесь blizzard но пока что кстати орг еще может неплохо кстати у орка полторы тысячи голды я вот это не обратил внимание он чисто в 50 лимита сидел и пытается на маленьких лимитах размениваться пока сок то уже вышел из лимита пользуется тем что у него герои получше прокачены и опять же вот видите нету мау джин гинга нечем наказывать опять же по поводу выбора героя здесь ну самый логичный вариант это мк 2 это владмага взять для того чтобы контрить панду и опять же тот же владмаг если банишь возьмет будет контрить того же блэйдмастера то же самое получится только не надо хилить будет вот и третий вариант еще алхимик был но алхимик самый плохой вариант потому что если игра затягивается райдеров много и сетки алхимик контрят опять же там сетки нужны и на архимага кидать поэтому в принципе алхимик тоже хороший вариант но паладин это просто отстойный вариант просто ни о чем тем более играет в маска стеров сок вот если бы там типа рифлы какие-то 103 были бы может быть форка очень много голда из копилась вышел из лимита я вообще удивлен что эта игра затянулась типа хуман должен был проигрывать но рим не додавил в итоге игра затянулась соби маск выпал но опять же соби маска под мк было так орк начинает подразводить грабеж кочного орка так но здесь позиция для орка отвратительная будет скорее всего виверн добавляет кстати криппинга то не осталось на карте особо паладина негде качать кстати единственный вот наверное я плюс который я сейчас подумал нашел если сок добавит мортира и вот когда мортира типа плей мастер любит вы щелкивать соло тогда паладин может помочь это единственное что я нашел полезного от этого паладина вообще там уже панда почти 5 такое ощущение что линвейт это затащит 1 2 на руку конечно возьмет но опять же аура очень хорошая противорка потому что там типа в основном из урон но спанды там нет физ урона так много magic дэмоджи так уже и виверна добавляет достаточно много хочу нам по рифлам 5 рифлов 5 рифлов маловато что виверн законтреть по лимиту одинаково архима кстати с обе мацкой бегает чтобы близарды не кончались для вот это подвешивает конечно ситуации когда орг за счет мобильности тебя бегает напрягает ну и надо телепорт делать иначе база будет потеряна не хочет сражаться пытается хотя вот сейчас кажется нашел позицию неплохой но blizzard blizzard здесь blizzard сильный еще там 20000 рабочих бежит а плохая позиция для орка мне кажется арку надо уже в т3 было бы выходить и как-то думать насчет туренов туренов плюс там грейд на кода и возможно третьего героя причем даже третьего героя получается не турена шаду хантера просто надо два здесь и глава торгу будет против blizzard а поэтому ведь еще урок ну короче мне кажется здесь лину есть есть шанс выйти в т3 только с дерево небольшие проблемы просто туренов умно нечем контрить чтобы туренов контрить нужен т3 и там про качественные героя уж точно не паладин да скоро 5 кстати упал блин там еще три свитка перекупил лин полный контроль магазина когда подбегал к магазину там уже не было ничего пятая панда сейчас будет я не знаю пятую панду не законтрить наверное орка еще есть несколько точек может и блэйд мастера качнуть панда не докачается наш блэйд мастер стырил экспу орк решил в т3 не делать и выходит 90 лимита ну может и т3 параллельно нажать если сейчас дерево доберет архимаг в инвизи кстати вот в такой ситуации опять же лин естественно стоп и орк но почему-то не сделал одного этого вич доктора для глазика мог бы глазик поставить центре карты потому что опять же сорки там есть понятное дело что там есть инвиз почему бы не поставить глазик чтобы не палить архимага там в инвизи либо других юнитов даже в том же файте когда файт начнется если он будет пытаться прятать героев там вич доктор который поставит глазик 97 лимита у орка 6 сейчас можно с этим архимага просто тыкнуть а вертолетики добавляются чтобы вверх как контрить не 0 здесь макро гейминг конечно жесткий сыграл три свитка у хумна нет свитков против панды нет свитков можно уже первый свиток орку делать очень убитая до 1 свиток пошел возможно зря здесь под рабочими сражается в принципе панда сейчас пятый уровень получит но кстати не дышит ждет пятый левел сейчас будет 5 левел дыхания почему-то а у него паров нету странно что пары не качнул и он кстати всех от отфигачили близард то неплохо здесь летел уже 20 лимита потерял орг 20 лимита на близзарде слил да ладно 65 65 на 72 какой же отвратительный файт для кстати и фью чухи и ювелу switch game line from секира какие-то были там кто-то пытается закрыть не получается закрыть реклама как охренеть какой файт файт плохой для орка был все подбит но на во первых он одно дыхание сделал панды потому что он ждал пятый левел то есть он не дышал пандой от масс рабочими сражался под близзардом то есть я не понимаю где там сетки были на архимага представляете что было бы если был бы им к вторым героем просто а клик был бы паладин там ничего не делал ну подхилил он пару юнитов на охренеть вэли у тебя 80 лимита ты на 400 хп двух юнитов подхилил когда там панда дышит не ну 90 лимит у орка было чё могу сказать опять же я говорил про то что т3 для орка хорош привет смотрю в этот раз не из бара ddd кайф что внезапный стрим финалов запустил на шарлатан капи с тобой иване фаточки топ получились спасибо помню помню говорил кто там из бара смотрел но я днем не посмотрел игры поскольку два хумана играют решил вечером покастить игры сам матч не смотрел сегодня не было времени так 76 на 71 здесь уже орг получше залетел неплохо разменялся мон свиток потратил т.п. так 1000 голды у лина у лина есть еще два три даже точки типа ему панду же не надо качать на блэйд мастер до 5 есть смысл качнуть цирк летку берет дополнительный урон для блэйд мастера грейды кстати какие орка грейд 2 1 1 мне не нравится то что тот же лин в т3 не вышел у сока не было возможности в т3 выйти в какой-то момент появилась но он не стал но вот у лина точно была возможность в т3 выйти потому что у него был 90 лимита даже 97 архимаг кстати опасно бегает тут спидскролл и быстренько в сетку в сетку минус т.п. чисто логово пошел заливать архимаг тут хорошо логово заливает орка же идет в атаку просто в принципе лога он здесь не дозальет кстати архимаг без маны будет файте ну как есть мана но на самом деле на blizzard мана не бесконечно она достаточно быстро кончается особенно если сетками сбивать поэтому то что он там без половины маны тоже сильно решает и на пятом левле он естественно третий blizzard будет брать а не третью ауру blizzard сильнее становится так лимиты одинаковые комнаты 3 кстати тоже очень много даст а можно и мортира скорде еще добавить в архимага пошел тыкну архимага тыкать под паладином это конечно бет идея да вот это зря он тыкает тут просто надо поконтролить по юнитам и не забывать про сетки на архимага и все самом деле blizzard очень легко контрит у тебя там пять райдеров сетка 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 все лизарда нет панда дышит пену вели от панды в этой игре не очень сильные shadow hunter был бы намного здесь сильнее 5 архимаг 3 blizzard естественно пошла заливка свитков нет ну не хватает райдеров очень сильный blizzard отступает орг 69 на 74 паладин паладин 4 это уже сильно потому что вторая броня там сколько у нас получается 4 армора на всю армию это два грейда на защиту здесь у нас вышка против фермы ферма почему-то проигрывает как это неожиданно слушайте какая долгая игра первая до сих пор 2 грейд на защиту лин не сделал так ну здесь уже тыкать в мэйн можно экспорт 3 blizzard очень хорош мой здесь все очень битая но здесь вот сейчас был хороший хорошая сетка на архимага орк еще знаете орки любят сетки кидать на разных юнитов чтобы они не убегали но это тот вот сейчас видите на сплбрейкер кину этот момент когда сетку нельзя кидать на юнитов ты должен сетку всегда ждать на архимага потому что слишком сильный blizzard диджи то есть у меня столько вопросов по этой игре это такое ну типа у меня вопросов по этой игре очень много начиная от того чтобы какого хрена он с пандой так долго затягивал игру какой нахрен паладин вторая карта на северных строк короче я думаю единственное почему сок сделал паладина это он боялся что тыкать в архимага будут типа он рассчитывал на то что он просто будет стоять архимагом заливать blizzard'ом и чтобы плотно паладин спасал архимага и все опять же я вам гарантирую что в этой ситуации blood мейдж либо мк был бы намного лучше архимага не так уж просто затыкать под кастерами под замедлением так что тем более блэйд мастер там вообще не прокачан был так на нас северная сторона здесь форсир здесь форсир если сетка это повтор но это сегодняшние игры смотрим записи репки у меня только на второй матч будут на хайпе романтик потому что на этот матч там только две репки есть поэтому посмотрим запись просто стрима back to warcraft вот с репками удобнее смотреть уж сам кликаешь там здесь просто не выкладывают репки 10 лет смотрю хавка из какой-то игрок шансов не более чем 5 это игрок один срочек побеждать нет я на самом деле умето я один из тех людей которые в 99 процентах случаев может определить результат матча я уже это неоднократно доказывал если бы я делал ставки на на warcraft я бы мне кажется уже миллиардером стал хотя там ограничение на ставки есть мы просто поскольку я против азартных игр всяких и там ставок поэтому я не ставлю но если бы я ставлю я говорю я бы уже себе пару хат в дубае купил настолько я хорошо знаю как бы игроков и вообще вот эти все матчи то есть но вспомните рауленд последний где я 99 процентов матчей предсказал по моему я только не угадала x-lord с этим с хипозавром и все я даже финал угадал я типа юбе даже счет угадал настолько я жесткий в аналитике варкрафта тут же бэд бум камп тоже кстати все матчи угадал как почему угадал угадал это когда знаете пальцем в небо тыкнул у меня жесткая аналитик парка жесткая так здесь эти архимаг уже третьего уровня он пытался сначала их экспант поставить из-за того что форсир рано прибежал понятное дело что не поставить экспант успеваетесь рабочего до грызть кое какой хороший криппинг здесь от лена но там уже 3 архимаг на базу прибегает здесь ассо архимаг естественничею делать смотрите кстати шипы заранее качнул лин потому что боялся как раз 3 архимага здесь из-за того что спокойно поздно подбежали элементали уже а кстати элементали сейчас я не увидел кстати кто экспо получил за элементаря не суть просто там логово кажется стрельнуло я бы забанились бы ты делал ставки так банить всех плюсовых дистанции ну значит я прав то что все вот эти конторы которые сделают ну как эти составками они блять это кидалово жестко поэтому не делайте нигде ставки какого человека которые типа ну как как и как я и думал типа если ты выигрываешь тебя сразу забанят а когда ты блять проебываешь бабки тебя естественно не банят давай проебываю дальше поэтому все это должно быть запрещено вообще везде я просто помню случай короче случай помню короче как даже по телеку вроде показывали в новостях там типом мужики какие-то выиграли короче 700 тысяч по моему и им бабки этим не давно не отдавали и начали короче искать лазейки как им бабки не дать типа они не с того аккаунта типа сделали ставки а когда не проебывали там миллионы короче денег ничего не говорили похуй с какого-то аккаунтаешь ты бабки несешь это нормально как только ты выиграл что-то блять сразу какие-то вопросы к тебе поэтому ребят никогда не делайте ставки и все эти конторы блять ходите мимо все наебалово может вам там дадут какой-то выигрыш небольшой на 500 рублей выиграть а то что выше это все наебалово не а гарантирую так но здесь панда вторым героем от сок это на самом деле неожиданно потому что сок обычно если берет второго героя из таверны то это бисмастер и учитывая что он здесь пушил с футменами дефенсом очень странно видеть панду но и панда к сожалению не очень керри герой для хумана против орка потому что панде очень много всего нужно чтобы орка керить просто чтобы вы понимали орка очень плотные юниты а дыхание у панды хоть и жесткая достаточно но недостаточно все-таки клэп по маутин кинга намного лучше работать за счет замедлений всяких тем более с орку всегда свитки перекупать посмотрим как панда сработает хотя панде уже везет панка маны плюс амулет энергии высоко кстати с интернетом постоянные проблемы уже не первый раз это видим чем он до сих пор интернет провайдера не поменяет это вопрос конечно может у него в корее там один только в интернет провайдер потому что у него лагает постоянно вообще на него как-то хэппи взъелся жестко то что типа у них там переигровки были и хэппи говорит заебался своим интернетом варик не азартная игра варик нет это киберспорт почему тут азарт инфа по хэппи будет сегодня я короче когда на шалатан капи играл воскресенье разыгрывался попался с хэппи в ладере хотел написать спросить придет ли он на шалатан но не стал боялся что он вуд закинет и мы с ним больше не сможем пообщаться так но здесь орг со вторым левелом базу не ставят здесь панда второго панда второго слабенькая бою и панда без всего неужели затыкают поджимается панда у нее есть сапоги будет ли передача телепортов чайник не чайный лайтинг не хватает маны не вижу сколько маны там ученик чайник можно было закинуть конечно так присты присты без диспа диспл ой он диспл забыл заказать смотрите какая ситуация сейчас была смотрите ситуация объясняю смотрите у него нет диспл о и он нет не в заказе и орг смотрите вызывает при 100 вызывает двух волков и присты короче сок выделяется с престов и такой хочет задиспелить и понимает что нет у него диспл он забыл его и он заказывает диспл просто вот такие нет нет мелкие моменты я могу в точности сказать что он сейчас это почувствовал на что как ум он знаю когда ты забыл что-то заказать это принципе за любой раз так но сейчас конкретно забыл заказать диспл он там ранних сорочек сделано просто диспл заказывается обычно после первых двух престов это типа база потому что диспл делается очень долго а поскольку орг уже с третьим форсиром естественно диспл нужен быстрый здесь он тупо забыл ну либо когда кликал у него не хватило каких-то ресурсов короче там много вариантов так неужели еще один амулет энергии вижу что это за и там раньше кстати на китайском и ты мы знал как называются когда на на тезе играл потому что на китайском всегда играешь и ты любой и там знаешь как на китайском сейчас я уже забыл вот все ну там миссы выпали ну так себе опять третьего нет ну и тура на третьего нет тоже как бы хотя турэн третьего не так важен но важно сейчас диспл уже доделается первые спалбреки кстати чисто в кастеров играет ну с пандой в рифлов играть смысла особого нет потому что из-за того что у тебя нет болта нет клэпа рифлы просто не будут стрелять поэтому с пандой лучше конечно маскастеров играть но проблема в том что видите виверну заказывает лин потому что видят что нет рифлов значит виверном ничего не угрожает ты можешь конечно и лемами виверна отстреливать но шаманы не дают элементарем дамажить поэтому так первый свиток перекупает орг но вообще свиток они цветка еще 2 нет ой аура вампиризма хотя аура вампиризма для урка сейчас не самый лучший там потому что часть армии рейнджовой не так много грантов раньше конечно с блэйдмастером это самый топ итем так ну панда 3 уже поинтереснее там есть свиток кастеры как-то слишком далеко уходят вот первый вирнан спалбрейкеров дамажут здесь и спалбрейкера съедают на таких маленьких лимитах тяжело против кодоя который сразу минус 3 лимита делаем не хватает у престов маны нечем диспелить lighting shield поддела это 1 1 потому что ну просто не остановить не lighting shield ничего спалбрейкеров нет свиверна очень много дпс и делает пытается кстати вот элементарь ну эти элементарь просто сразу минус панда с банкой маны неплохо надамажил сейчас на инвули мы уже 30 лимит на 46 и орка экспанда строилась прошу панда конечно задуло но из-за того что экспант орка уже выиграть скорее всего не получится 11 ошибка была панду брать потому что как я сказал панде нужно много всего чтобы тащить но опять же и дымы по панду были хорошие то есть банкоманы амулет наверно стоило просто дождаться мк мк это это надежность темп третья карта остальные чем хэппи тем может в муд кинуть да это прикол такой был хэппи на самом деле уже давно ни с кем не общается ну может не знаю я уже рассказал раньше я с ним нормально общался когда последний раз я ему написал там он мне не ответил даже не знаю короче хэппи есть хэппи это просто такой прикол ну типа знаешь как это у него что-то там на стриме спросишь у тебя в банке так ну что форсир здесь наверно экспант будет ставить сымка кстати сок играет Потому что, знаешь, у нас есть хилл, и арк нужно адаптировать его, и, да, давайте посмотрим, что он будет фарси, он будет делать это с фарси. Вау! Он атакует его в раке, так что фарси не агро? Да, потому что если бы он атаковал фарси, то он бы ходил на фарси. Это не так, что он. Это так милый, чувак! Я никогда не видел это так. О, ничего себе! Там отманивание было големчика. Что там за вопрос был? Ёб, не вижу. Что за профессиональный агент какой-то, контракт? Чё? Гвард? Что-то, блядь, за вопросы. С какой-то мобой игры, что ли? Так, интересно то, что орк там, как и с блэдмастером, знаете, отманивает крипа, зажал, короче, големчика, закрипнул големчика. Я с фарсиером такого не видел. С блэдмастером-то это база, а с фарсиером я такое не видел. Так, обоим игрокам выпали аура вампиризма. Ну, если орку аура вампиризма еще полезна, то хумана это вообще самый плохой дроп. Потому что единственное, когда аура вампиризма хумана полезна, это когда у него Т3 с конями. Вот, но коней против орка не строят. Потому что кони не тот юнит, который нужен против орка. Поэтому аура вампиризма здесь, естественно, бредовая херня на продажу. Ну, просто на футменов она работает на единичку лечения. МК там чуть побольше хилит, а рабочий также там единичку. Короче, отстойный итем. Понятное дело, что там любой итем, типа Соби Маски, либо плюс 6 инты, был бы лучше. Либо кольцо плюс 3 к всему. Орку, кстати, тоже не самый лучший, потому что играет он через 100 хантеров. Так-то для орка это раньше был топ девайс. С блэдмастером, я уже говорил. Но там улет энергии это уже поинтереснее. Это тоже не самый лучший. Я думаю, что здесь кольцо регена было бы лучше. Потому что когда ты играешь в соло МК, точечного хилаути нет. И кольцо, короче, нормально так лечит. Как сказал бы Нео, это тир С. Кстати, орка такое ощущение, что не спалил то, что экспант справа. Да. Да. Продолжение следует... То ли Лин не хотел идти на экспант со вторым уровнем, то ли он не понял, что... Есть, кстати, плащ. Плащ – это хорошая тема, потому что может засеять форсира. Но опять же, там есть ферма на обсерватории, если что просветит. Вообще, МК очень далеко ушел и персоналку не купил. А вот это ошибочка. Очень далеко уходит Маутин Кинг без персоналки, когда экспант не достроился. Если бы сейчас орг напал на экспант, то это был бы минус экспант. Аур все крепится. Четвертый форсир таким темпом будет. Забирает мана стилинг. Мана стилинг не самый плохой дроп. Хотя лучше бы, конечно, какая-то бутылка на хп. Уже нету слотов, приходится 2 айтам выкладывать. Блин, то, что МК без персоналки – это вообще дикая ошибка. Он купил причем сапог. И Аур в империзме не стал продавать. Не знаю, зачем она им. Ну, типа... Просто она не настолько полезная, чтобы ее не продавать. Ну и сейчас придется телепорт делать. Там экспант вроде достроился. Дефенс есть ли? Дефенс. Дефенс нет. Вроде бы, да, нет. Надо ТП делать. МК не делает ТП. Это очень большая ошибка, потому что сейчас просто минус вышка. Там два зверинца будут лививерны. Вот и персоналка. Странное, конечно, решение от Сокона. Наверное, скорее всего, на персоналку у него не было денег, когда он был у магазина. Поэтому только сейчас купил. Но надо было Ауру продавать. Так, нет, райдеры, райдеры. Масс райдеры. Масс райдеры – это база от Орка. Сейчас будет беготня. Продал персоналку. То есть использовал разок и решил продать. Т2 уже у Хумана идет. Сейчас будет покупка Шреддера. Точнее, уже купил. Нет проблем с лесом. Надо, короче, масс вышки хуярить. Прямо так, ну, плотненько вышки фигачить. Потому что проблем с лесом нет. И ты видел то, что там два зверинца. О, субер, маска прекрасна. Ты видел то, что там два зверинца. Значит, это будут масс райдеры, а бус. Поэтому надо фигачить масс вышки. Сетки еще нет. Здесь орк крепится. Плюс 8 когти. Так, МК третьего. МК продал, кстати, в итоге амулет энергии продал. Ну, в эмпиризм-то понятное дело. Почему он его сразу не продал? Короче, столько вопросов по игре у меня. И нету ответов вообще. Так, что там по вышкам? Есть ли вышки на базе? Ой-ой-ой, как плохо все с вышками. А чем отбиваться будем? Не забываем то, что еще у форсира 2 мана соски. Это 100, сколько там? 130 маны, по-моему. 65 же там сейчас отсос идет. И тут у МК-то пару болтов всего будет. Ну и чисто футменами отбиваться сложно. Хорошо, что турен не третьего. Ну и орка параллельный экспант ставится. Здесь тяжело будет отбиваться. Лечение нет. Магазин снесли. Вышек нихрена нет. Ну. Очень странная игра в цоках. Очень странная. Типа, вышки не нахерачил. Вадим. Дальше смотреть. Так, Hammerfall. Так, на Hammerfall'е что сок придумает? Парсирчик. Так, МК на Hammerfall'е это интересно. Я бы не сказал бы, что это прям крутое решение, потому что на Hammerfall'е, во-первых, наемников нет. Во-вторых, я бы не сказал, что здесь для МК-то хороший криппинг вначале, потому что на самом деле плотные крипы, которые дают по башке Маудин Кингу. В принципе, и на Тент это крипы тоже плотные. Кидает, кстати, болтов маленького Мурлока. Интересно, почему? Чтобы он сетку не кинул, да и пофиг на эту сетку. Блин, забыл, кстати, у мистера Винера спросить, почему он кидает скелетов болт на этом, на лане. Мистер Винеру, кстати, подарил автограф Тяша. Говорю, поставь в рамочку себе рядом с компьютером, он будет удачу приносить. Так, кольцо плюс плащ. Естественно, баш, потому что клэп бесполезно брать в такой ситуации. Так, Нью-Йорк видит, что МК первый. Ну, с МК обычный экспант ставится, Т2 редко играется. Я, кстати, пытался как-то одно время против Ворка с первым МК играть в Т2. Короче, выходило не очень. Слишком не то. Типа пытался делать ставку на окружение юнитов вначале, но хатхандеры настолько сильные, что им вообще насрать. Так, кольцо плюс четыре. Опять Лин, кстати, не чекает установку экспанда, и сейчас на халяву просто экспант ставится. Точнее, крепится. Что-то как-то не хватает разведочки Лину. Лин в итоге отманивает крипов и будет крепить пахту сам. А МК за крепинг не наказывает. МК здесь третий уровень получает, здесь ровненько третий получается на трех точках. Но опять же, конечно, лучше бы Лин харасил в это время, чем эту точку крепил бесполезную. Здесь не такой сильный айтем, чтобы отдавать крипинг соку. И получает два с половиной. Так, МК здесь посмотрел, смотри, их закрепились. Так, глаз один поставил. Сейчас можно футменами форсира окружить. Ой, наверное, надо было во время чайника пытаться окружать, пока форсир застрял. Здесь минус несколько рабочих. Сейчас, скорее всего, форсир на ТП будет уходить, потому что МК подходит, а там второй болт. Да, очень двобитых рабочих. Опасно, кстати, в форсир играл, потому что баш мог пропереть. Но минус четыре рабочих, неплохо. Третий форсир опять же, вторые волки сейчас будут грызть. И турен вторым героем. Опять два зверинца, ну то же самое. Странно, что не пытается Виверн Лин играть против МК в такой ситуации. Виверн в такой ситуации нечем контрить. Хотя и райдеров нечем контрить, на самом деле. Так, пытается МК что-то поймать. Что будет Лин делать? Сначала экспонт и потом пуш. Думаю, это. Амулет энергии X продал. Вообще, заметил, что все игроки сейчас амулет энергии стараются продавать. Считают, что он не такой полезный, как раньше. Ну, типа 100 маны всего. Я, в принципе, наверное, с ними согласен. Единственное, амулет энергии хорош, когда у тебя есть что-то типа Бладмейджа, чтобы можно было перекладывать его и закачивать ману. Так-то да, амулет энергии не такой полезный. Минус 2 тролля. Сейчас еще, наверное, 3-го убьет. Там вроде как есть мана, наверное. Китает еще. Пытается даже 4-х троллей забрать. Лин одного добивает. Тут уже немножко заигрывается. Но убьет 4-го тролля. Лин 2-х троллей добил, но ценой телепорта убивает. Стоил ли 4-й тролль телепорта? Сомнительно. По голде точно не стоил. Неплохо так. По когтям затарился форсиру. Здесь ситуация хорошая, у Соко. У него как бы есть контроль карты, есть Т2 наполовину. Второй барак делается, будет масса рифлов делать. Это, кстати, самая выгодная страта с Маутин Кингом. А что ты понимаешь... Хотя нет, погоди, футменов добавляет. Неужели не будет рифлов делать? Просто масс-футмены против масс-райдеров не особо роляет. Там просто закидывание с полами будет. Арифлэи скопятся и будут хороший урон делать. Посмотрим. Экспанд делает, сыграет на атаку для райдеров, чтобы носить здание. Что там по вышкам? Парсир вообще без мана, кларити не купил. 38 маны. Ни волков, ничего. Так, не, рифлы пошли, все-таки. Рифлы пошли, это хорошо. Добивает магазинчик. Варить успевает МК купить, минус один райдер. Или нет райдера убегает? Ой, марки, рейдер, архимаг хотел сказать. А почему не пытался кружить? Боялся, нет же, телепорт, ничего нет. Слушайте, я сейчас считаю, что МК просто жуткую ошибку допустил. Фарсир забежал в футменов, просто болт, окружение, там никаких сейв обилок нет. Инволов нет. 5 футменов он запарился бы пробивать, чтобы фарсира спасти. Причем был свиток еще на всякий случай. В общем, зря он не затыкал фарсира здесь. А вот здесь МК уже могут затыкать. ОТП нету, да, и магазина нет. Надо магазин пауэрбилдить, магазин пауэрбилдить на максимум. Может успеет бутылку купить, 4-й левел успеет бутылку купить. С 67, успеет, успел. И ТП успевает купить. Вот это было близко, еще и банку маны покупает. И выживает без телепорта, очень битый. Фарсир не может тычку дать. Сейчас будет уже это... Архимак тут с Элемом... Там МК все еще пытается... Кольцо плюс 4 подтащило немножечко. Блин, если бы сейчас минус МК был, не факт, что... Сок бы еще здесь камбэкал. В моменте, конечно, он понял, что нужно запауэрбилдить магазин. Это его спасло. Причем там было, по-моему, 20 здоровья или типа того. Экспанд достраивается у Лины, но он очень много сейчас потерял. Здесь уже спристы вовсю делают с рифлами. Ресурсов, кстати, да, маловато у Сока. Но опять же, экспанд работает. МК, в принципе, прокачан. Возможно, не стоило Архимагу и Лема брать. Может, все равно будет перекачка на Клэп и потом Близзард нужен. Хотя пока масс-райдеры, типа, элементали еще норм. Ужается райдер один. Здесь в такой ситуации уже тяжело чисто райдерами сражаться. Здесь уже нужны либо Спирит Волкер, либо хотя бы Шаманчики с Кодойми. Гранты. Сок, кстати, смотрите, не выходит в 60. Делает сначала Грейдена юнитов. Тоже грамотное решение. Хотя при этом он пушит. Говорит, а, да, Фудмен добил шестого тролля. Нам показывают, и там есть, есть. Фудмен добил тролля шестого левела. Ну, здесь сок контролирует. Должно быть 2-2. Здесь никаких логов нет с вышеками. Пытается райдерами разводить все еще. Торогрейд на атаку делает. Пытается тупо тыкнуть в экспанд. Но третьего турена нет. Ну, вообще, райдеры очень сильно тыкают. Надо передавать телепорт. Не может телепорт передать. Ой, сейчас может какой-то герой здесь остаться. Ой, ну, видимо, минус турен. Или что, свиток вроде прожал. Но экспанд выживает. Райдеров было много, но экспанд выжил. Чуть-чуть второй Грейд не доделался на атаку. Ну, опять же, соку сразу среагировал на этот врыв. Телепорт сделал. Анатонникова спас экспанд. Но был бы третий турен, экспанд бы точно откис. Потому что второй вейп бы там продубажил. Здесь вот плены всех рабочих поубивали. Ну и походу дело конечное для Лина. 48 на 60. МК почти пятого. На клэп не переучился, потому что, ну, опять же, в принципе, он и не нужен пока что. Если игра чуть затянется, то, естественно, клэп будет. А Орк продолжает разводы играть. Ну, у него уже только один шанс. Какими-то разводами выиграть. Так, банку маны есть. Будет ли здесь какое-то сражение? Есть телепорт. Выбивает банку маны. Пытается еще тыкнуть в экспанд. Но как же райдеры? Не все могут дамажить. И ману высосали. Нет второго вейва. Хотя банка мана была... Заюдана. Сможет ли экспанд снести? Не-не-не, экспанд. Наверное, сейчас ГГ напишет, потому что экспанд выживает. Да, ГГ. Читаю игру. 2-2. Близкие катки, на самом деле. Я так понимаю, решающая. Решающая карта Тайтхантер. Посмотрим. Завтра, кстати, они в финал играют? Или сначала Узера, по-моему, будут играть, да, завтра? Завтра неинтересный матч. Я просто все хочу постримить днем. Ну, что такое... То дела у меня, то вообще некогда. Я думаю, завтра не буду стримить, а? В пятницу. В пятницу ставлю постримлю. Там будут уже Хуманы. Хэппи, по-моему, будет играть. Постараюсь в пятницу, в субботу, в воскресенье постримить. В реал тайме. Так, ну что, здесь побежал крепить... Обсерваторию СОК. Ну, это нормальная тема, обсерваторию крепить. Но почему-то, вот, я не знаю, как это случается. Вот, смотрите, я вам сейчас объясню ситуацию. Сейчас СОК бежит обсерваторию крепить. Я вам скажу так. Вот сколько играл я против всяких фокусов, линов, там, стоинов. Когда-то, типа, бежишь обсерваторию крепить. Они не делают разведку, орки не делают разведку на этой карте против Хумана. И они всегда знают, что ты обсерваторию крепишь. Я не знаю, как это работает, но если ты крепишь обсерваторию, он бежит на Харас. Если ты крепишь оранжевую точку, вот рядом со своей базой, они бегут зеленую свою крепить. Как они понимают, что ты обсерваторию крепишь, я не представляю. То есть, они всегда знают, вот, 99% игр. И вот сейчас Лин тоже бежит на обсерваторию. Причем, видите, он конкретно сюда бежал. Разведки-то не было. И вот всегда так. Я не знаю, как они догадываются. Опять, вампирик аура, бесполезная хрень. Была бы Соби Маска, было бы интересней. Либо плюс 6 интей, либо плюс 3 ко всему. Короче, я считаю, что орки просто мопхакеры жесткие. Потому что по-другому объяснить я это не могу. То есть, это конкретно вот на этой карте, это 99% игр таких. Так. Ну что, Архимаг, в принципе, точку-то забрал, потерял ничего. Даже рабочего, по-моему, не потерял, да? Это сильно. Или рабочий все-таки один сдох. Я ничего хуман не потерял. Короче, нормально закрепился. Прям плюсово. Экспанд не ставит. Т2, в принципе, нормальный. И вышка есть. Не, вообще отлично, сок закрепился. Здесь достаточно быстро. Он там точку чуть-чуть не докрепил. Там один тролль остался. Ну и теперь задача третий уровень сделать Архимагу. И сейчас ссорк пытается поменять укрепление. Худрость поправляется. Я нано-добре-3. И Линн еще на-добре-1. И Аркс пытается, я имеющество, как в player of the human, для вас некий уменьшенную 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 уменьшенную. здесь удаленный криппинг рабочими от стандартная тема так и архимаг там архимаг получает 3 так получится что-то здесь сделать но футменов маловато конечно а он решил не строить футменов большое количество там блядься вопросы про какой-то овервотч это вообще лук у кого это на официальный трансляции лету бекта варкрафт такое было типа причем здесь овервотч когда мы варкрафт смотрим причем овервотч мне кажется да это на китайской трансляции понятно видимо реклама какая-то там так ну что надо продавать а урон берет сапог персонал q3 подмена всего сделала не были 5 5 футменов рифлы дальше но странно что defense не стал делать в этой ситуации ой архимаг куда же ты сейчас цепняк но это т.п. т.п. или на ну либо т.п. либо минус короче очень странно то что сок не стал defense делать возможно с лесом были проблемы потому что с дефенсом с третьим уровнем мог бы неплохо грязюку сделать на базе как минимум одно логово снести лин сделал апгрейд на троллей чтобы под хилл был там получается у них по моему полтора здоровье в секунду идет с грейдом так здесь самый наверное стандарт который только может быть у хумана это реквейс с престами и с маутинг кингом максимальный стандарт жесткий архимаг пытается немножко здесь под экономику подхарасить но логово снес уже хорошо потому что саплай блок сейчас еще 2 элементарь вызовется может даже еще логово снесет но при этом орка крепится но опять же мк тоже крепится так что почему нет так там был шаманчик который сопуржил одного из элемов в любом случае экономику здесь сильно харассит в это время хуман крепится регент закупил заранее самое главное чтобы здесь не крипджек 0 его вот рабочего рабочего и три там у него разрыв жопы так турэн 3 перекупил инвол перекупил свиток жестко мк сразу клэп берет но выпала к сожалению банка мана а сосалка ну сосалка на самом деле принципе тоже банка маны просто за за два раза бог там банка маны сейчас 200 восстанавливает то есть палка сосалка это типа 130 тебе с минус 130 сутуры она тоже неплохо ой амулет энергия опять же видите амулет энергии хейтют сейчас за всего 100 плюс плюс 100 маны но опять же никто не мешает тебе обузить эти 100 маны падь банку маны выкладывать амулет выпивать банку и сразу defense включается экспант орк пока не ставит это странно агрессивного экспанда нет по лимиту одинаково но свиток есть у орка турэн кстати дико закупленный то есть инву банка маны большая флешечка и свиток то есть турэна тыкать наверно вообще не стоит футмены видите уже ну понимают что должен быть экспанда экспанда нет надо возвращать футменов на базе хумана сражаться не очень хорошо потому что рабочие сейчас будет первый играет на атаку делается футмены решают забежать на мэйну дефэнс а дефэнс эти сделал в итоге погодите а когда он дефэнс сделал ну в такой ситуации дефэнс на базе типа отвлекает но опять же видите волки вернулись там какой-то файт так ой кстати хорошее начало файта даже кодоя почти запкусил будет ли еще пытаться кидать болт кодоя чтобы дотыкать чисто клэп болт блин как же на этого кодоя потратился но не добил присты без маны хилл скролла нету ой это ошибка драться без хилл скролла надо хотя бы реген прожать реген можно прожимать даже в бою потому что если не тыкать в юнитов то он не сбивается естественно там большая банка маны на ту рене и пайт не очень хороший для сока блин болты в ту рен здесь вообще не смотрят с первого уровня хотя ту рен очень битый пошел инвул кстати я не увидел амулет энергии выкладывал сок или нет так наконец-то кодоя подставился когда ему закусить при надо потом тура рену передали блин а как же здесь круто разменялся лин то есть он и свои вот эти и там и на сейф вытащил но разменял их очень хорошо эти в это время футмены даже там что-то поубивали нет ни одного пиончика нету дохлых то есть футмены ничего не убили в итоге хумана разменялся 2200 на 1700 он там четвертый тур рен уже по героям конечно провал второй ауры архимага не хватает сорочку поймали обидно свиток перекупил хуман но блин сражаться-то нечем пытается он как-то ту рена отжать не отходит орг ладно орка экспанда нет поэтому принципе все еще нормально хотя лимита 10 разница всего 3 рифа 2 пристам не хватает очень сильно ауры второго уровня бесполезная точка сок крепит он же десит а монет странно что лин не пытается укрепить преимущества и постановка экспанда делает апгрейд апгрейд на дефенс с этим зданием красную даже никто не забрал еще только сейчас орк пытается забрать ну что какой на зачем стан потратил ничего себе и цепняк потратил чуси боков дэт но бесполезная херня кину потратил 2 видимо настолько боялся что хуман успеет добежать что же потратил просто чтобы вы понимали стоп практически не наносит урона там на втором уровне сколько 80 типа копейки стомп это стан главное главное почему его берут и типа используйте просто как дэмодж и тратить на это 90 ман он такой ся ненавидный туре и да и так неплохое количество неплохое количество рифлов с торочками пытается но здесь орк уже смотрите что делает немножко развода пошли а тп-то не у архимага тп нет странно кстати что турэн не стал стом делать в рабочих можно было их там всех перебить турэн очень много маны потратил но здесь мэн не снесут там слишком мало дэмэджа турэн в проходе встает но немножко не встал клэп клэп очень плохой файт здесь для орка но убил вышку по сути да и все именно стп даже если взять по ресурсам то орк больше потерял потому что телепорт дороже стоит не то вот эта футболка так забираем красную точку сори что кашля я просто все еще с какой-то простуды сижу блин уже неделю потому что я вообще такой человек у которого если кашель появляется он сука долго сидит у меня а вот знаете там неделю он не проходит ты себя чувствуешь нормально температуры нет но ты все равно кашляешь продолжаешь ну хотя бы у меня это редко случается типа раз год я вообще простудами то не болею уже там лет десять но вот кашель это блин всегда тема очень долго не проходит обычно так ну что турен почти 5 плюс 8 когти выпали есть дасты есть два свитка ур брони много много затара на самом деле орка 60 лимита на 50 а вот то что лимита на 10 больше это плохо для хумана и орка сейчас если он заберет зелененькую точку у него будет 55 героя есть 5 форсир но чуть-чуть фатуры на не прин я не знаю как убивать это 70 лимита орка у хумана 50 6 нужен мк 5 а где мк 5 взять уже только в бою третий клэп может зарешать и хуман кстати из лимита не уходит такое ощущение что сейчас просто хумана съедят два свитка орка орка еще один грейд на атаку есть но слабо спал брейкера добавляет здесь потихонечку экспант ставится но орка все хорошо у него лимит хороший экспант ставится на экспанте и защита хуман никак не может выйти в экспант вообще никак во-первых нет дерева во вторых если он еще ставить экспант орк сразу нападет за счет большего лимита он просто снесет тебя ты без позиции будешь то есть хуман уже в этой ситуации экспант никак не ставят то есть единственное что хуман может сделать это выиграть файт и выиграть игру и скорее всего игра как раз будет закончена на базе орка за вот этот экспант орку в идеале сходить купить инвиз кстати зря вот этими волками кормит армию хумана потому что может как раз третий клэп появится надо в идеале купить инвиз для турэна ой-ой-ой 3 3 свитка 3 свитка это жестко интересно им к побежал такой еще не хочет рабочего где-то подрезать и получить на нем пятый уровень да 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 он сейчас да ну хорошие но и сразу персоналку делать не затягивай не затягивай бро хочет еще в рабочих третий клэп сделать ну рабочие отхилятся на персоналку делать ах спрятался ну потратил ману на всякий случай видите с телепортом был если его подрежут что высоко 65 неплохой лимит сколько там голды осталось 2000 надо нападать потому что там экспант будет ли турэн покупать инвиз 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 турэну пипец как нужен причем у хумана то дастов нет спалить инвиз не получится нет даст купил но опять же видите он купил даст но при этом не блин если там уже короче есть бутылка вот это на инвиз то нет смысла даст покупать значит там нет инвиза вот смотрите я в одной из игр сегодня говорил на эхо про вич доктора и вот в этой игре есть вич доктор палец раз даст вот на этот на глаз можно сделать надо сделать вообще даст еще против волков тоже норм так ну что третий клэп ой какой клэп отвратительный на трех юнитов ну что ж ты делаешь то неплохая стенка спалбрейкеров вархимага какой-то ты пошел очень много лайтинг шилда но диспелл и так сейчас будет первый свиток у хумана тоже три свитка на самом деле свитка кто-то дохренища лимита чуть-чуть больше орка но третий клэп может зарешать хотя и орка то куда-то архимагом вылез нет нет куда ты архимагом вылез вася ну блять архимаг который стоит во всей армии орка это вообще пипец минус 2 свитка орк только один свиток потратил ой в это время кстати элементарь здесь чуть-чуть рабочих нарезал не но архимаг которого блять ебалом чекает армии орка это такое все можно было еще на близзард архимагом переучиться в этой ситуации тоже хорошая тема потому что ну типа 200 голды и лимиты хорошие для близзарда потому что если было бы 50 лимит то близзард бесполезен но на таких лимитах близзард хорошо решает и более там счет такая достаточно узкая позиция и близзард с клэпом вообще норм но не переучивается ну типа у тебя лимита рифлов понят дело что под близзард не самый лучший лимит стенки нет но там есть немножко стул брекеров я думаю близзард был пассиону лучше можно было просвечивать стуры ну естественно доджет первый болт очень важный все очень битая клэпа отвратительный клэпа вообще не в армию свиток стон что папа маненка у мука есть мана ну клэпа просто в нескольких юнитов в идеале конечно клэп должен залетать там в 5-6 юнитов короче файл здесь отвратительная у лина работает экспант архимаг 5 близзарда нет и походил конечная для сока не выходит он финал можно сейчас до выпивает банку через забуз амулета самом деле там почти развалился орг я думаю в прошлом файте если был бы близзард и архимаг бы не убегал вперед то можно было бы развалить чтобы вертолет построить нужно воркшоп делать это дорого так внутри 2 затащил лин так ничего можем посмотреть у меня вообще есть демки как раз хайпи фортитюда либо посмотреть на стриме там просто стрим в принципе хорош тем что там есть вот эта вся инфа и вот этот об сервер мод очень хороший я думаю лучше на стриме посмотреть и по через демки конечно прикольно смотреть но демки не дают то инфы потому что мне нет этого сервер мода крутого там просто очень много информации поэтому я думаю лучше через стрим посмотреть так будет приятнее так хорошо так 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 и так сейчас пару минут афк и будем смотреть хэппи с романтиком с романтиком Продолжение следует...